Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели»! Сегодня вас ждёт странный взвод из Т-150 и Hellcat. Впервые в номинации «Стальная стена» победит Т-95, ну а лучшим реплеем станет игрок на Т-54. Интересно? Тогда смотрите! Начинаем разогреваться на монастыре. Хитрая немецкая премиум ПТ Е-25, к концу боя осталась совсем одна против Як-Пантеры и ИСа. Соперникам бы добить ПТ-шку, вот только забралась она в совсем недосягаемое для вражеских стволов место. В таких случаях долго думать не приходится — ИС съедет на захват. Не страшно! 100-500 выстрелов по советскому тяжу, и красная полоска перестала мозолить глаза. Вот только такое количество выстрелов не может не сказаться на боекомплекте. Остаётся всего три снаряда, но и это не страшно. Добиваем Як-Пантеру двумя выстрелами и едем сбивать очередной захват. Последний снаряд находит пристанище в тушке ИСа. А дальше? А что дальше? Поехать, разок боднуть захватчика и издевательски плясать, празднуя ничью. Такие дела. Едем дальше. Продолжим разогреваться на Энске, хотя разогреваться — это не то слово. Любоваться сумасшествием. Вот так точнее. К концу боя у красных остаётся одна Матильда, а у зелёных — Матильда, Лора и Валентайн-2. Веселье в том, что снаряды есть далеко не у всех. И при этом Валентайн, кстати, очень даже пытается пробить оставшегося врага. Но сказать, что это получается — значит соврать. Комбо «Таран-Валли» — выстрел Лоры отправляют Матильду в ангар. Но есть минус — Матильда была союзной. Бедняжка Лоррейн не выдержала этого и в знак протеста просто закрыл клиент игры. Валентайн продолжает нещадно палить по сопернику, который, в свою очередь, решает забить до смерти врага — того, что не двигается. А нервы Валли сдают — он в отчаянии отправляется на захват. Матильда пытается заводать и его, но ничего не выходит. Догонялки на базе всё-таки заканчиваются победой. Нет, такой рандом нам не нужен. Пора возвращаться в реальный мир. Чтобы закончить разогрев, вернёмся на монастырь, где крутая и дерзкая советская ПТ СУ-122-54 показывает, как нагибать. Она выкатывается на вражескую базу и пытается решить, какой объект приоритетнее — 704-й или 261-й. Так и не решив, промахиваемся по 704-му, затем попадаем по 261-му, а потом попадаем и по 704-му. Наша ПТ одним своим видом устрашает и прогоняет Т-54Е1 и тут же добивает арту. Ну и пока американец где-то там стесняется, как подросток в аптеке, добиваем советскую ПТ-шку. Вроде бы нужно убегать, но вместо этого мы получаем огромное количество непробитий от всё того же представителя звёздно-полосатого флага. И в итоге отправляем мерзавца отдыхать. На этом разогрев окончен, переходим к номинациям. Воином этой недели становится игрок с ником «Mailow22» на легендарном адском КТ. Достаточно странный взвод нашего героя и Т-150 закинуло на Лайф Окс. И вроде бы всё хорошо, и четыре фрага ПТ набило. Вот только кроме нашего взвода из союзников стрелять умел лишь Гриль. Один убитый противник — это всё, что получилось сделать у тринадцати сокомандников. Вдвоём против десяти врагов — да легко. Наш союзник-то не как остальная команда, он и убить может. Отставать от взводного друга не гоже, и Мардер-38Т отправляется на отдых, пока всё идёт нормально. Да что там нормально — счёт 7-13, а что Хеллкэт, что Т-150 — фуловые. Ответный ход напарника — и Хетцер остаётся дымиться на поле боя. Какое приятное зрелище! Толстый Макс неосторожно выкатывается и получает несколько раз от нашего героя. Есть шестой фраг! Враги продолжают появляться, и вот уже Т-1 Хэви решает пошалить. Высунул кумпол, получил по нему, спрятал. Штугу так поиграть не удалось, и он просто отправился в ангар. А вот ягд ПЗ-4 хоть и получил пару раз, но всё-таки успел уничтожить союзника. Спасибо, друг. Твоя смерть была не напрасной. Но нет времени на сантименты. Только месть, только хардкор. Двигаем опять вдоль железки, где видим знакомую шалунишку. И продолжаем двигать вдоль железки. Под мостом нас ждёт ещё один сюрприз — заплутавшая британская САУ. Встреча была недолгой, но запоминающейся. Для арты уж точно. Попытка опять продолжить движение вдоль железки. И ох уж это неловкое чувство, когда ты почти доехал до чужой базы, а тут начинает выть сирена. Возвращаемся и объясняем дерзкому М37, почему он не станет захватчиком недели. Остаётся найти единственного врага, и наш герой для разнообразия решает поехать на другой фланг. И правильно, ведь тут ещё один сюрприз, а точнее — подарок. Пассивный хеллкэт получает своё наказание, а активный хеллкэт — медаль Фадина. А в придачу кучу других медалей, золота и звания Война этой недели. Поздравляем! Разведчиком этой недели становится игрок с ником Delafly на WZ-132. С самого начала боя герой решает показать нам, что значит быть классным светляком. Аккуратно бороздя поле Прохоровки, правый китайский разведчик начинает нещадно и безжалостно светить всех врагов. Наворачиваем круги, и соперники умирают один за другим. Союзники только и успевают сводиться на всё новых врагов, а наш ЛТ заворачивает очередной круг. Китайцы даже успевают периодически стрелять, иногда успешно, иногда не очень. Но тем не менее соперники просто продолжают гибнуть. Но ведь поле — это ещё не вся карта. Есть и всеми любимая аллея, на которой определённо затаились ещё 2-3 неприятельских машины. Лампочка продолжает припадочно моргать, а враги — умирать. Всё по плану. На десерт остаётся засветить арту и получить в итоге больше 11 тысяч урона по разведданным. Вполне достойно звание разведчика этой недели. Так держать! Защитником этой недели становится игрок с ником Секс Символ на британской арте FV304. Не самая брутальная машина, но когда у водителя такой ник, словно Брюс Уиллис на мини-купере. Ладно, отвлеклись. На протяжении всего боя наш герой со своим взводным близнецом тащат бой. Это, конечно, очень хорошо, вот только для победы не хватает какого-нибудь стимула. А как нас учат все голливудские боевики про крутых копов? Лучший стимул — это месть за смерть напарника. Японский Чихэ даже не успел чихнуть, а уже оказался в ангаре. В жизни нашего героя начинается красная полоса. Сначала сбить захват слепую у него не получается, и приходится слетить. Тот самый убийца напарника — КВ-1. Выстрел через дом проходит по красивой дуге, и полоска на миг откатывается назад. Но только на миг. Ему приходится повторить этот манёвр ещё раз, а дальше двинуть в объезд. Крестовый поход британца дерзко прерывает вражеская арта. Но мы-то знаем, что мелкие злодеи не могут помешать герою отомстить главарю. Всё, что для этого нужно — затащить на пригорах свои стальные фугасы. И беспощадно закидать ими врага. Вот так реальные парни умеют мстить. Ну а победить спящего ВК-3001 уже просто. Уснул на таком фильме. Позор, выстрел, ангар. Героями на маленьких, но отважных машинах не рождаются. Ими становятся. Отличная победа! Стальной стеной этой недели становится игрок с ником Morgan Earp на Т95. Итак, условия задачи. Бравая черепаха попала в топ списка. Арты нет. Вопрос. Что делать? Ответ прост — нацепить мигалку и переть по встречке, игнорируя всех и вся. Тактика не самая идеальная, но, как известно, наглость — второе счастье. Ему сигналят, кричат и даже угрожают. Но панцирь нашего толстокожего друга помогает не обращать на это особого внимания. Он просто едет. Иногда останавливается, чтобы крикнуть что-то обидное в ответ, но не более. Все жалкие потуги соперников оборачиваются крахом. Нет, пробить-то у американца у врагов получилось. Они даже убили союзного Т32. Но вот сделать счёт не 15-1… как-то не вышло. В итоге броня Т95 выдержала 84 попадания и впитала больше 25 тысяч потенциального урона, за что мы и награждаем игрока с ником Morgan Erp званием Стальной Стены этой недели. Поздравляем и настоятельно рекомендуем. Не пытайтесь повторить это дома. Играйте в гостях! Вот мы и добрались до главной нашей номинации — лучшей реплей недели. Почётное звание отправляется игроку с ником SPAHAN-S на Т54. Насколько, по вашему мнению, может быть опасен взвод из трёх тараканов на Виндсторме? Правильно, очень опасен. Хотя бы потому, что он способен помочь забраться нашему герою в абсолютно недосягаемое для врагов место. Именно с этой прекрасной верхотуры мы начинаем обстрел неприятелей. Отсюда всё как на ладони. И вот уже СУ-122-54 из бравой машины для убийства превратилась в груду металла. ГВ Тигр П повторяет судьбу советской ПТ-шки. Т-54 продолжает орошать своим бронебойным дождём врагов, и ФЦМ-50Т получает несколько несмертельных, но вполне серьёзных ранений. Пора бы спускаться — начался захват базы. Конечно, не очень хочется покидать столь уютное гнездо, но ради победы приходится. Тем более, что ФЦМ снова попал в прицел. Только теперь ему спрятаться куда сложнее. Из союзников остаётся лишь один взводный близнец, но и его хватит, чтобы разобрать неприятельский Е-75. Базу продолжают захватывать, и наш герой наконец видит виновника этого шума — Т-28 прототип. Сбиваем захват на 90% и даже не думаем останавливаться на достигнутом. Ещё одно сбитие! Но неожиданно к нам подкатывается Т-54Е1. Соперником он оказывается не самым серьёзным, но вот последнего союзника забрать ему всё же удаётся. А горевать некогда, как бы самому не отправиться следом. Прототип-то не просто захватывает, а ещё и стрелять умеет. Причём так, что теперь экипажу Т-54 нужно говорить шёпотом, лишь бы танк не развалился. Но отступать некуда. Надоедливый американец всё-таки совершает ошибку и тут же отправляется её анализировать. Остался последний враг — Т-29. Противники говорят, что он спит. Что ж, двигаем к вражескому кругу. И почти доезжаем, как вдруг. Красная полоска. Хм. Ну, либо Т-29 умеет телепортироваться, либо кто-то кого-то жёстко, наверное, обманул. Концентрируем по пути всю свою злость и успеваем сбить захват на уже трёхзначной цифре. Обмен выстрелами Т-54 всё ещё жив. Просто удача или грамотно подставился. Скорее и то, и другое. Второй выстрел оставляет врагу лишь 19 единиц прочности. И теперь-то мы его не отпустим. Дважды ставим 29-го на гуслю и со скрипом вырываем победу. Непоколебимость! Мужество! Отличный бой и грамотная игра! Всё это помогает игроку с ником S.pahan.s заслуженно принять звание «Лучшие реплеи недели». Поздравляем! Если вам понравился этот выпуск лучших реплеев недели, то посмотрите и другие. Также посмотрите и ВБР. Кстати, у нас вышло видео о том, как мы начинаем реставрировать Маус. Обязательно гляньте и его. Ну а в конце самый депрессивный игрок мира танков о своём одном бое. Утро. Суббота. Пока готовится завтрак, решил сыграть пару боёв в рандоме. Нажав волшебную кнопку, попадая в мир тайны и чудес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok